Всем привет! Сегодня мы идем в Палераке на два пляжа, на Энтони Квинн и на Ладика. Они находятся рядом, но вообще туда ездит автобус, но мы решили пойти пешком, потому что уже поздно, уже вечер, и автобус уже в это время не ездит. Мы решили пойти, когда меньше будет людей, чтобы посмотреть всю красоту. Сейчас покажу. Мы шли около трех километров, но в принципе дорога довольно простая, то вверх, то вниз, ничего сложного. Ну давайте посмотрим, что тут есть. Спускаемся и подходим к красоте. Кстати, здесь переодевалка, люди что-то встали в свои полотенца. Тут плавного захода нет. Но зато тут есть рыбки. А напротив Энтони Квинна есть пляж Ладика. Там уже плавный заход, можно покупаться. Ну, люди и тут купаются спокойно. Крабик пополз. На Энтони Квинн надо приходить с маской. С маской, с очками, с ластами можно, чтобы посмотреть, поплавать, увидеть рыбок, крабиков. Вот, а сейчас мы идем еще на пляж Ладика. Слушаем пильнее цикад. Смотрим на кедр, на елки. Люблюсь красотой и вдыхаем всякие приятные ароматы. Вот, сейчас пришли, еще увидели один пляж. Не знаю, как называется, но красиво. Люди даже в кафешке сидят, отдыхают. Вода, конечно, чистейшая в Греции. Можно через гору пройти вообще, на Фолераке вон указатель, тропинка там есть. Поднялись чуть выше, и вот такой здесь вид, еще более красивый. В чем-то Греция напоминает мне Крым. Здесь есть такие агавы, вон пляж виднеется. И такие штуки, я не знаю, что это. Вон, ворона туда села. И вторая. Не знаю, что это за растение. Напишите, если знаете. Какое-то дерево такое. Тут еще вот такие штуки. А вот сейчас мы идем, и здесь такой склон. Здесь все осыпается. Ну, кажется, больше, чем на видео. Намного. Вот едут спокойно машины. Там сзади меня как раз стоянка для них есть. Ну, да, вот приезжаешь сразу, у тебя три пляжа, кафешка. Там тоже кафешка издалеке. Все есть, можно отдохнуть хорошо. Огромная агава в своей среде обитания. Класс. Наверное, лучше насмотреть. А вот уже виднеется пляж Ладика. Куда мы с вами идем? Вот тут стоянка машин, есть и кафешка. Уже вечер, людей мало. Осталось сельжаки свободные. Но в Грифсе можно купаться в любое время, потому что и вода теплая. По крайней мере, в июле точно. Кусочек вот такой. Коричневый какой-то. Темный. В перемешку с галькой. Вот такой вам обзор небольшой. Своя атмосфера. Люди приехали отдохнуть. Скажу сразу, что здесь очень много детей. Семьи с детьми. Ну, плаваешь в окружении таких гор. Пляж. Заход в море. Песочный. Удобный. Переодевалки есть. Ногомойка есть. Так что все есть. Все нормально. Бирюзовая вода вообще класс. Мне так понравилось. Особенно, наверное, будет она самая чистая бирюзовая утром или в обед. Мы пришли поздно. Уже вечером, уже, наверное, около 8 вечера. Все равно вода теплая. И удовольствие получили. Так что сейчас обсохнем и пойдем домой уже. Нет, сначала пойдем покушаем. Может быть, рыбку. И домой. Пауза. Субтитры подогнал «Симон»!